Штрафы, предписания на устранение нарушений и постоянные визиты надзорных органов в такие меры уже применили к тем, кто не прошел проверку новостей ТВК. Уже вторую неделю мы подводим итоги этого телевизионного сезона для проекта и в студии с очередной партией результатов ведущая проекта Екатерина Кашутчик. Катя, в прошлый раз осталась интрига, какая же из компаний по доставке еды исправила свои нарушения. Ты обещала рассказать? Да, обещала, свое обещание я обязательно выполню. У нас вообще этот сезон такой получился пищевой, съедобный, одних только доставок еды. Мы проверили три за последнее время. Это была доставка Бафет, Время Суши и Суши Сейл. Но, к сожалению, отличником я могу назвать только последнюю. Это компания Суши Сейл, которые действительно исправились и начали большую работу по исправлению всех нарушений, которые мы обнаружили. Сразу скажу, что даже во время нашей проверки они вели себя очень адекватно. Тут же на месте пытались хоть какие-то нарушения исправить сразу. И после того, как наша проверка уже вышла в эфир, они провели колоссальную работу. Поменяли все ломанные контейнеры на гастроемкости, которые так не ломаются. Перестроили полностью график производства заготовок. Теперь их не делают заранее с вечера, делают утром. Перестроили всю историю с рыбой. Если помните, ее подмораживали ради того, чтобы красиво, удобно порезать. Больше так не делают. Но еще мер предприняли очень-очень много. Оказались люди, которые там работают, неравнодушны к своей работе. Это приятно нам прежде всего. Ну и, конечно, они так по-человечески, эмоционально отреагировали на все обнаруженные нарушения. Давайте послушаем, что об этом рассказал один из руководителей. Блин, ну, конечно, мероприятие не сильно приятное. У нас там все очень сильно расстроились, когда вышел выпуск. Там управляющая плакала, старший повар плакал. Мы сами ходили все с плохим настроением. Но тут главное что? Начинать действовать и это все переводить в действие. Потому что понятно, что это неприятно, но надо сделать выводы и сделать так, чтобы это не повторялось. То, что вы сейчас увидели, это фрагмент большого Инстаграм прямого эфира, где один из учредителей рассказал обо всех мерах, которые они приняли. Меры действительно огромные. Больше 40 минут мы общались на эту тему. Посмотрите. Эфир сохранен. Вы тоже можете его увидеть. И уже во вкладке Инстаграм ТВ его посмотрели больше 11 тысяч человек. Ну и, кстати, о просмотрах. Это тоже наши небольшие рекорды и достижения этого сезона. Они снова, эти просмотры бьют все рекорды в социальных сетях, конечно, на Ютубе. Даже проверка, которая вышла совсем недавно, несколько месяцев назад, уже набрала 325 тысяч просмотров. Конечно, у нас есть и те, у которых больше миллиона. Есть куда стремиться, но приятно, что так оперативно такие большие просмотры нам дарят зрители. Но больше этих цифр мы все равно радуемся, когда видим реальные изменения после наших проверок. Особенно, когда сами бизнесмены начинают ответственно к своей работе подходить, этим заниматься. И радуются, что таких все больше. Например, аллея, которая нас изначально удивила количеством и серьезностью нарушений, пошла на поправки или исправления, как вам больше нравится, но работу начали проводить. После нашей проверки ситуацию на личный контроль взял гендиректор. В течение нескольких дней они моментально все нарушения устранили. Более того, я знаю, что они очень плотно взялись за те замечания, которые были про другие торговые точки их же сети и тоже сейчас ими занимаются. Ну и Роспотребнадзор принял решение о том, что на эту точку, в эту аллею они тоже выйдут. Со своей проверкой позже дадут нам отчет. Я думаю, для закрепления успеха аллея это тоже не повредит. Но вот это закрепление успеха хотелось бы пожелать, например, еще 133-му маршруту, который мы тоже в этом году проверяли. Это маршрут до Зыкова. И люди, которые им пользуются, жаловались, что невозможно просто выехать и доехать до Красноярска оттуда. Я так понимаю, вы отчаялись, да, уже дождаться сегодня? Мы же пришли на полдевятого, мы понимаем, что мы можем и до полдесятого, и до десяти простоять. Сразу после этой проверки в поселке прошло собрание. Владелец маршрута откуда-то нашел новые автобусы. Первое время мы получали много сообщений от довольных местных жителей, но после жалобы стали потихоньку возвращаться. Это, конечно, очень грустно. И мы передаем сейчас большой пламенный привет этому перевозчику. Напоминаем, что перепроверки у нас тоже случаются. Если вы сами не можете закрепить успех, наверное, придется вам и помогать. Ну и, конечно, на помощь Роспотребнадзора в этом плане мы тоже рассчитываем. Я знаю, например, что сейчас у них идет активная работа по проверке магазина «Тайга». Уже есть официальное решение по этому магазину. Работа началась по столовой с «Емслона». А тоже они выходят со своей проверкой. Роспотребнадзор там появится. Конечно, с «Емслона» не так плохо. Прошли проверку, как тот же магазин «Тайга». Но все равно замечания там были. Но и самое главное, надзорные органы пришли в Красноярский филиал Института авиации. Это моя была большая боль этого сезона. Это как раз тот институт, который прославился насекомыми прямо внутри посуды. Давайте вспомним. Что теперь вы будете делать с этим вашим организатором питания, прямо скажем, недобросовестным? Сейчас уже просто в голове ряд таких мероприятий возникло. Однозначно будем разбираться в этой ситуации. Один холодильник у нас сразу для всего, да? Это кофе? Это кофе. В холодильнике? Ну, это наше кофе. Я здесь не кушаю, я хожу в другое место. Я не питаюсь тут. Я так понимаю, это самая верная и самая такая сохраняющая жизнь тактика. Мы с вами сейчас вспомнили и ситуацию, которая была в колледже искусств. И там тоже мы можем порадоваться и похвастаться, что наконец-то меры приняты как раз благодаря тому руководителю, который вы увидели сейчас в кадре. Но и Институт авиации, вы тоже не расслабляетесь. Вы теперь на контроле не только у Роспотребнадзора, но еще и у Транспортной прокуратуры, в видении которой вы входите. И поэтому они тоже будут теперь за вами присматривать. И всех ваших насекомых, которых мы снова, к сожалению, увидели и вспомнили. Именно меня прям эмоции нахлынули. Я постараюсь с ними справиться. Ну а вам я напоминаю, что хоть пока мы в отпуске, и серии мы пока не снимаем до следующего телевизионного сезона, но мы продолжаем работать с вашими жалобами. Их традиционно много. Это очень приятно. В нашем Инстаграме очень много обращений. И с каждым мы работаем, собираем. И те жалобы, которые повторяются на организации, на которые вы жалуетесь больше всего, они, скорее всего, и будут героями наших следующих проверок. Даша.